Всем привет, меня зовут Кристина Санько, спасибо, что заглянули на мой канал. Мы сегодня с вами будем делать полезные диайвайки, то есть такие разные вещички, которые помогут нам содержать наш дом в чистоте, помогут сохранить нам наше здоровье и сделают нашу жизнь чуточку чище и лучше, потому что сейчас это крайне важно в режим карантина. И я думаю, сейчас есть у всех свободное время, так что мы можем сделать нашу жизнь чуточку чище и без микробов. И сегодня покажу три идеи, которые помогут нам все это с вами сделать. Сейчас очень важно иметь с собой разные антисептические средства, чтобы содержать руки в чистоте. Если мы контактируем с кем-то или с чем-то на улице, нужно обязательно обрабатывать руки. В аптеке таких штук может не быть, да и стоят они там очень дорого. Сейчас цены подняли в несколько раз, поэтому я предлагаю вам сделать санитайзер своими руками. Причем делается он очень просто и из того, что есть у вас дома. Давайте я покажу вам мой рецепт санитайзера. Мы сделаем санитайзер для обеззараживания рук или антисептическое средство. Сделаем именно жидкий, не гель, потому что гели все-таки они немножко липкие на руках, поэтому я их не очень люблю. Итак, нам понадобится спирт, у меня он перелит вот в такую вот баночку, хлорогексидин, какое-нибудь эфирное масло, которое вам нравится. Я буду использовать лимон, мне очень нравится запах. Еще можно использовать апельсин, лаванда, в общем, те, которые повышают иммунитет. Я уже о них говорила в видео с масками. Будет всплывать подсказочка сверху. И какая-нибудь баночка я взяла вот такой вот от косметического средства, которое мне шло в подарок. Оно было для волос, я его хорошо вымыла. И здесь такой вот дозатор, такая вот трубочка. И можно выпрыскивать его потом себе на руки. Нам нужно 5 столовых ложек спирта. Можно использовать и водку, но тогда пропорции нужно чуть повысить. Можно сделать с 10 ложками. Дальше мы берем хлорогексидин и выливаем столовую ложку, всего одну. Запах, конечно, стоит так себе. Если вас не смущает, можно его уже переливать в баночку, но мне он не очень нравится. Поэтому я хочу добавить еще масло лимона, чтобы не так уж сильно пахло и как-то иммунитет у нас немножко повышался. Добавляю и все это перемешиваю. Вот такой санитайзер для рук у нас получился. И его можно вливать в нашу баночку. Я опять же буду использовать такой вот шприц, потому что им удобнее заполнять такие банки. Вот такой антисептический спрей для рук у нас получился. Как видите, ничего сложного в этом нет. Мы можем его класть в сумочку и использовать, когда выходим из дома на карантине, если там что-то нужно нам куда-то сходить. Очень приятный запах, спирта почти не чувствуется и очень удобно обрабатывать руки. Вообще рецептов антисептических гелей или спреев может быть очень много разных. Я еще в инфобоксе оставлю несколько рецептов, которые вы можете использовать там с добавлениями некоторых ингредиентов. Не знаю, насколько это улучшает само вещество, но может быть какой-то из этих рецептов вам тоже понадобится. Сейчас мы из дома практически не выходим. Конечно, там ограничения некоторые есть и можно выходить там какое-то время на улицу за продуктами. И имеется достаточно большой риск подхватить какой-нибудь вирус. Поэтому многие врачи советуют для профилактики всяких вирусных заболеваний, не только нашумевшего вируса, но и разных других, тоже использовать промывающий спрей для носа. В аптеке есть много разных спреев для носа и, опять же, они достаточно дорогие. Я предлагаю тоже сделать его своими руками, причем делается он тоже очень просто. И, опять же, из всех этих ингредиентов, которые есть просто у каждого дома в аптечке, поэтому давайте попробуем сделать его своими руками. В одном из последних видео я рассказывала, то есть писала вот в этом балахнотике, как сделать соляной раствор для иммунитета. Я рассказывала, как сделать соляной раствор для поддержки иммунитета. И многие из вас просили сделать такой DIY и рассказать, как он делается, потому что у меня был только он в письменном виде. Я беру за основу мой рецепт. Нам нужны кухонные весы, потому что мы здесь будем прям точно выверять пропорции. Нам нужен сахар, соль и вода, которую я потом сюда налью. Мы делаем литр нашего раствора. 18 граммов сахара мы пересыпаем в нашу баночку. Так, все по нулям. Теперь добавляем соли. Соли нужно всего 3 грамма. Все, 3 грамма есть. Высыпаем в литровую банку. Готово. Теперь нам нужно залить эту литровую баночку кипяченой водой. Я добавлю в воду комнатной температуры и немного добавлю еще такой горячей воды, чтобы наша соль и сахар хорошо растворились. Итак, теперь какие баночки понадобятся. Я рекомендую использовать вот типа таких, которые откручиваются. И есть тут такой поливизатор. Вот эта вот штука, которая набирает воду. Она очень удобная. Она как раз для носа использованная. Поэтому я сохраняю такие баночки для вот таких вот растворов. Еще подойдет вот такая штука, как вот миромистин. Здесь тоже есть такой удобный дозатор. Он именно для горла. Но мне кажется, и в горло тоже можно брызгать. В нос и в горло. Если у вас таких баночек нет, подойдет упаковка вот такая. Вот типа с таким вот дозатором. Главное, чтобы можно было туда залить, потому что вот видите, здесь он не откручивается. Я имею в виду, что взять какую-нибудь баночку, где есть что-то по типу пипетки, где можно вот так вот вылить и потом активно использовать. В общем, типа пипетки. Совершенно не подойдут баночки вот такого типа, где они не откручиваются, и у них нет такой специальной фиксации. Конечно, баночка хорошая, но она одноразовая ее использовать и выбросит. Так что я рекомендую брать вот такие вот баночки, либо просто использовать обычную пипетку. Я думаю, такие точно есть у каждого дома. Теперь нам нужно перелить наш солевой раствор в нашу баночку. Сделать это можно при помощи специальной воронки, я думаю, такая тоже есть у многих, либо вот с помощью вот такого вот шприца. Я использую шприц из упаковки с норафеном. И вливаем туда. И заполняем баночку до конца. Баночка. Теперь закручиваем и проверяем. Все, готов к использованию. И можно промывать носик, выходить на улицу, одевая маску и используя такой солевой раствор. Я делала этот раствор по рекомендации Комаровского, нашего ведущего педиатра. И вот мы всей семьей его используем, потому что это быстро, удобно. И его можно наделать хоть 10 баночек и разложить себе по сумочкам. А сейчас мы сделаем магический коврик, который убивает множество разных микробов и вирусов. Звучит необычно. У меня эта идея пришла из жизни. Я вообще много путешествую на машине между городами. В одно время, я помню, переезжала через какой-то пост ДПС и там бушевала какая-то болезнь. Какая-то была связана болезнь с крупным ракатым скотом. В общем, там была вырота такая вот яма. Яма была пропитана каким-то раствором и сверху какой-то коврик лежал. В общем, машины через эту яму переезжали. Колеса мылись как бы в этом специальном растворе. И болезнь не распространялась по разным городам и регионам. Я так подумала, что можно, в принципе, такую штуку внедрить и домой. Придумала специальный раствор, который поможет сохранить чистоту дома и помочь сохранить дома. И помочь сохранить вашу обувь не только в чистоте, но и в отсутствии микробов, чтобы мы потом все это не разносили по дому в носочках, домашними животными и так далее. Короче, такая очень полезная штука. Давайте покажу, как она делается. Теперь мы сделаем дезинфицирующий коврик для обуви. Для этого я взяла вот такой вот коврик для йоги. У меня он уже отрезанный. Я уже делала из него разные вещи, поэтому у меня остался небольшой кусок. Ну, как небольшой? Ну, я думаю, для входного коврика мне хватит. Я вырезаю нужную длину и пока убираю его. Далее нам нужно пропитать этот коврик дезинфектантом, то есть специальным раствором или средством, которое будет убивать микробы, которые мы принесли на нашей обуви. Нам нужны любые дезинфицирующие средства. У меня дома была вот такая белизна и вот еще такой вот доместос. Можно использовать все, что связано с дезинфекцией. У меня вот эти два раствора. Я сначала лью немного воды, добавляя туда белизну. Тоже немного, примерно 2-3 столовые ложки. И чтобы сильно хлоркой не пахло, и добавляем средство от микробов в любое. Я уже говорила, у меня доместос, я добавляю его. Он и будет нам дезинфицировать нашу обувь и придавать такой более приятный запах, потому что все-таки белизна, там много хлора и пахнет он не очень хорошо. Все это с вами размешиваем. Вот у нас дезинфекционный раствор. Вы можете еще добавить туда спирт, но мне кажется, у нас уже и так получилась такая гремучая смесь, которая может убить все известные микробы, как написано на упаковке. Теперь давайте заливать его в наш коврик. Я уже вырезала нужный размер ковриков. Я советую взять какой-нибудь такой, который не будет сильно пропускать жидкость, но на самом деле это не важно, если у вас есть то, во что мы можем положить наш коврик. Я перестраховалась, мой коврик не пропускает влагу. Я все-таки решила положить его на вот такой вот ковер, но это если есть у вас. Это автомобильный коврик. Получается, он у нас здесь выполняет роль такого поддона, можно так сказать, чтобы вся жидкость, которую мы с вами только что сделали, она не выливалась по вашему полу, а могла спокойно здесь находиться и потом можно очень удобно сливать. В общем, нужно использовать любое такое место, куда можно вылить раствор и чтобы он не пролился на пол. Мы просто заливаем нашу жидкость. В коврик сильно не впитывается. Когда мы будем вставать ногами над ковер, жидкость будет пропитывать коврик, так хорошо пропитывать и дезинфицировать подошву нашей обуви. Бактерии и вредные микробы будут убиваться, и обувь чистая, и микробы убиваются, не разносятся по всей вашей квартире, потом ногами, носками, кошками и так далее. Очень удобная штука. Как вы видите, здесь ничего нет сложного по материалам. Все, я думаю, имеется у вас дома, в том числе и коврик. Можно подобрать абсолютно любой, повторюсь, если у вас есть какой-нибудь любой поддон. И если у вас светлая обувь, как у меня, то есть она еще и чистит подошву. Так что очень удобная вещь. Пробуйте, делайте и смотрите мои другие видео. Пока есть время на карантине, вот здесь, вот здесь и вот здесь еще будут разные видюшки, которые помогут вам скрасить скучные дни на карантине и позаниматься творчеством вместе со мной. Будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого! Пока!